Мечети уже давно перестали быть только местом для поклонения. Здесь люди еще получают духовное просвещение. Поэтому каждый, потративший средства на их строение, приносит пользу не только себе, но и обществу. В поселке Семиндер, городом Хачкалы, никак не завершится строительство мечети. Из-за нехватки денег стройка затянулась на несколько лет. Местный джамат сделал все возможное, но без помощи со стороны уже не обойтись. Абдулла Алиев побывал на месте. Мечети – места, где любой желающий может найти умиротворение, уединяясь, помолиться своему Создателю и отвлечься от мирской суеты. Это место сближения верующих и укрепления их единства. Здесь можно духовно обогатиться и получить ценные знания. В хадисе пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, говорится, что человек, который построит мечеть в размере гнездишка куропатки, тому Аллаху тааля возводит дворец в раю. Мечеть в размере гнездишка не бывает. Имеется в виду хотя бы маленький вклад, кто сделает в строительстве мечети, этому человеку Аллаху тааля возводит дворец в раю. Изначально мечеть на улице Братская, поселка Семендер, была построена усилиями местного джамата. Со временем созрел вопрос о ее расширении. На средства прихожан мечеть была заново перестроена и стало мечеть еще большее количество людей. Но до конца, к сожалению, строительство не завершилось. У мечети до сих пор до конца не достроена крыша. Конечно, ждем. Уже сколько лет мы его строим силами нашего джамата. Иногда выходим и с других мечетей тоже просим. И соседи ближайших улиц тоже помогают. Короче, большое значение имеет. Для нашего джамата он был необходим. В этих целях мы ее расширили. Он был маленький у нас. Мы построили, но силы не хватило, чтобы доделать. Нормально, и средства не хватило. Честно говоря, здесь должен был быть второй этаж. Но когда уже финансы начали поджимать, когда джамат уже в какой-то мере истошился, уже второй этаж стал что-то вроде из фантазии. И осталось хотя бы просто поставить крышу и закончить на этом. Думаю, такая мечеть хватит для данного поселка. Но если поселок уже будет расширяться в дальнейшем, и придут новые люди, уже нужно будет думать, как поднять крышу, поднять второй этаж. В этой мечети пятничный намаз уже не совершается. Но для каждой коллективной молитвы местные жители приходят именно сюда, так как поблизости нет другой мечети. Также стоит отметить, что здесь ежедневно проводятся уроки по религиозным дисциплинам. В этом поселке проживают практически все нации, которые есть в Дагестане. И все они объединяются вокруг этой мечети, вокруг постройки этой мечети. Все приходят, кто-то уроки получает, кто-то на намаз приходит, с людьми встречается мечеть наша, она носит объединяющий характер. Здесь дома строятся, люди переезжают, молодежь растет, люди больше в мечеть ходят, на уроки ходят. И сколько лет уже проходит, медленно идет работа. На данном этапе мы завершаем крышу, делаем крышу, но, к сожалению, чтобы оплатить материал, оплатить работу, полностью у нас не хватает средств. Работа в мечети идет, но очень медленными темпами, и в любой момент могут закончиться средства для завершения стройки. Одним из главных выходов из сложившейся ситуации может быть помощь от неравнодушных людей. Дали за малую помощь, оказывающую в мечети, мы можем получить огромное воззнаяние в следующей жизни. Парадокс, но мы должны быть рады тому, что пока еще есть такие недостроенные мечети, и мы можем поучаствовать в их строительстве. Абдулла Алиев, Юз Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.